Привет, атлет! Ты на канале Дэнни Монтана. И сегодня я расскажу, какие упражнения помогут тебе улучшить твой передний виз. Готов? Тогда мы начинаем. Поехали! Ну и естественно, перед каждой тренировкой мы делаем хорошую разминку. И сейчас мне помогут разогреться прыжки на вот этой тумбе. И также я буду делать 15 отжиманий от нее же. Таких мы сделаем 3 круга. То есть 20 прыжков и 15 отжиманий. Погнали! И после такой энергичной разминочки я советую тебе сделать еще 3 подхода разминочных подтягиваний на турнике. Это должно быть 10% от твоего максимального количества. Например, если ты подтягиваешься 30 раз, сделай 3 подхода по 3 подтягивания. Для того, чтобы просто разогреть суставы и запустить их в работу. Погнали! Итак, я уже подтянулся. Теперь можно приступить, собственно, к упражнению, которое поможет делать передний виз лучше. Это будет удержание переднего виса, но с ногами внизу. То есть мы будем учиться подтягивать спину вверх, напрягать ее и держать это напряжение. Вот. И такое положение старайся удерживать как можно дольше. Это первое вспомогательное упражнение. Я считаю, что оно самое лучшее. Оно хорошенько растягивает твои брюшные мышцы. Также оно в статике держит спину. А все мы знаем, что передний вис это пресс и спина. Соответственно, когда они работают в тандеме, когда они оба сильны, тогда ты держишь вис хорошо. Поэтому закачивай таким упражнением, держи в статике как можно дольше. Это первый совет. Второе упражнение будет это удержание уголка. Потому что нужен мощный пресс и ты должен удерживать уголок как можно дольше и как можно лучше. То есть если ты не можешь поднять ноги в прямое положение, это уже твоя проблема. Значит, у тебя очень слабый пресс. Поэтому нужно учиться. Нужно, во-первых, растягивать мышцы ног для того, чтобы быть способным держать ноги прямые и держать уголок. Ну, поехали, продемонстрирую. И заметь, я хочу сделать твой упор именно на статические упражнения, на статические удержания спины, статическое удержание уголка для того, чтобы ты дольше смог держать передний вис. Потому что передний вис это больше работа на связках, нежели на мышцах. Поэтому делай больше статики, старайся удерживать как первое упражнение, так и второе. Следующее упражнение, которое мы разберем, будет состоять из двух уровней. Один уровень будет более для новичков, которые не могут держать передний вис, либо держат его недолго, скажем, секунды 2-3. А второе упражнение будет для тех атлетов, которые держат его долго. То есть первое заключается в том, что мы поднимаем свой корпус вверх, поднимаем его именно в передний вис и колени согнутые. То есть ты поднимаешь свой корпус в согнутых коленях, таким образом закачиваешь. Таким образом ты закачиваешь спину, опять-таки работаешь над прессом и помогаешь улучшить свой передний вис. Для тех, кто способен делать дольше, удерживать его, можно выпрямлять ноги и делать эти классические подъемы, которые вы видели во многих моих видео. Покажу для вас еще раз. И всегда-всегда мы выдыхаем с усилием. То есть когда я внизу, я делаю вдох, когда я поднимаю, я выдыхаю, соответственно у меня пресс сжимается, воздух легче выходит. И собственно это правильная нагрузка, потому что когда ты дышишь неправильно, тогда у тебя начинает кружиться голова, тебе может начать тошнить и собственно тренировка пойдет на смарку. Поэтому всегда дыши правильно, выдыхай при усилии. Ну и еще одно упражнение покажу тебе на укрепление мышц спины для того, чтобы улучшить передний вис. Это будет подтягивание на низком турнике, либо вот на брусьях. Как оно выглядит. И здесь именно фишка в том, чтобы подтянуть спину и удержать эту позицию на одну секунду для того, чтобы прожать мышцы спины. Именно зафиксировался, прожал и продолжил. То есть выдох, зафиксировался, продолжил. Выдох, делаешь дальше. Таким образом ты почувствуешь, что именно вот эти мышцы, ромбовидные мышцы спины, которые отвечают за передний вис, они будут улучшаться с таким упражнением. Поэтому делай его обязательно в своих тренировках. И такого рода упражнения ты можешь включать обязательно в свой сплит. И я советую обязательно тренировать передний вис всегда на свежие силы, потому что если ты сделаешь тяжелую базовую тренировку, уже не будет сил просто делать какой-то передний вис. Поэтому всегда после хорошей разминки попробуй выложиться именно в переднем висе. После него можешь продолжать делать базу. Такой вот мой совет. Ну что ж, сейчас давайте проверим, ребята, каков мой прогресс в стойке на брусьях. Потому что вы помните, что я делал это упражнение, я обещал его улучшить. И сейчас мы посмотрим спустя месяц, каковы мои результаты. Погнали! Ах, хорошенько! Стойка еще не идеальная, но уже, как говорят американцы, get in there. То есть я приближаюсь к нормальному результату. В принципе, в каждой тренировке уже получается в нее выйти. Будь то это тренировка спины, будь то я поджимался на брусьях, уже, в принципе, мое тело знает, что я могу делать эту стойку. Оно уже запоминает. То есть мышечная память, она работает не только на силу, она работает также на какие-то навыки, на элементы, на те же. Поэтому нужно практиковать, тренировать, и тогда оно не забудется, тогда будет все четенько. И если ты когда-либо задавался таким вопросом, где купить качественную одежду для тренировок, я могу тебе смело порекомендовать MyProtein, потому что до конца января действуют сумасшедшие скидки на всю линию одежды. Заходи, ссылки под видео, под коду MONTANA25, 25% на твой первый заказ, и MONTANA20, 20% на все последующие заказы. Можно покупать в Украине, в России, в Казахстане, даже в Америке. То есть мы работаем по всем странам мира, и эти коды работают также. Поэтому заходи, выбирай и носи с удовольствием. С тобой был Дэнни Монтан, а мы с тобой увидимся в следующих выпусках. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok